Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. С вами Ольга Алексеева. У нас в гостях Юрий Митрофанов, начальник управления по вопросам миграции МВД Почуваши, полковник полиции. Юрий Николаевич, здравствуйте! Расскажите, что такое электронный паспорт, как он выглядит и чем он будет отличаться от документа, к которому мы все уже привыкли? Привычный нам с вами паспорт гражданина Российской Федерации появился в 1997 году и заменил паспорт гражданина Советского Союза. С этих времен прошло немного технологических изменений и, соответственно, назрел момент, когда данный вопрос, появление электронного документа, он становится более актуальным и актуальным. Буквально на прошлой неделе мы по центральному телевидению видели комментарии руководителей страны, которые данному вопросу уделяют очень пристное внимание. Конечно, все эти действия направлены на улучшение использования гражданами основного документа гражданина Российской Федерации. В моем понимании данный документ будет представлять собой, скорее всего, по опыту зарубежных стран, пластиковую карточку с чипом, похожую на банковскую, небольшого размера, в который будут заложены сведения, такие же, как в действующем паспорте гражданина Российской Федерации, то есть персональные данные, сведения о месте регистрации. Как было уже отмечено на рядах информационных новостных каналах, возможно, там будут сведения о водительском удовлетворении, о СНИЛСе и других данных, которые необходимы гражданам для повседневной деятельности. А в чем необходимость такой замены? Как Вы считаете? В наше время, время цифровых технологий, когда значение времени, скорости, доступности и оперативности получения тех или иных услуг уделяется большое значение, конечно же, имеются значения вопросы использования тех или иных документов, не посещая те или иные государственные органы. Сегодня уже мы имеем ряд таких документов, это, допустим, технический паспорт транспортного средства. Если мы возьмем портал государственных и муниципальных услуг, то благодаря нему, заложенной в ней информацией, мы можем записаться на прием к врачу, получить ту или иную государственную услугу. Через данный сайт мы проходим авторизацию и можем пользоваться информацией личного кабинета, которая размещена в налоговой службе, службе судебных приставов и так далее. То есть паспорт гражданина Российской Федерации, более защищенный документ в электронном виде, позволит гражданам пользоваться в режиме онлайн всеми государственными услугами и получать всю необходимую информацию, которая имеется у государственных органов для получения той или иной информации, либо для обшления тех или иных мероприятий. А насколько он будет надежным? Насколько нам известно и вот насколько имеем информацию, сам паспорт будет изготавливаться по стандартам Российской Федерации, из комплектующих, которые будут произведены в Российской Федерации. Ну и наверняка это будет защита существенно картифографическая. Я могу привести пример на электронном паспорте, заграничном паспорте, который содержит электронный носитель. Сегодня мы выдаем два вида заграничных паспортов, в том числе с электронным носителем. За всю практику данный паспорт выдается с 2009 года, почти 10 лет скоро. Фактов, по которым выявлялись факты фальсификации, подделки, таких фактов нам неизвестно. И обращений, и возбуждений уголовных дел, соответственно, это тоже, по крайней мере, на Чувашской Республике не было. А всем надо будет менять паспорт? Он на всех же стране, а целевые пенсионеры, например, как преклонного возраста, им не обязательно? Я хочу сразу успокоить, что формальная концепция электронного документа в настоящее время не утверждена. Мы с вами говорим о том, что, наверное, необходимо переходить на данный вид документа. Но как это будет делать, в каком виде, какая форма данного документа будет, какой будет правовой потенциал данного документа, конечно, еще рановато. Но в новостях, и мы уже слышим, что это не будет какой-то акцией, это не будет каким-то требованием. Граждане Российской Федерации, которые имеют действительный паспорт, который у них сейчас на руках, он будет такую же иметь силу. Я не думаю, что будет какая-то акция по ускоренной замене или требованию, чтобы обязательно заменили. Я думаю, тот паспорт, который у нас на руках, он будет еще иметь свою силу, долгую юридическую силу до окончания. Какие-то сроки уже определены? Нет, сроков нет. Если говорить о нормативной правовой базе, то мы сейчас регламентируемся указом президента Российской Федерации от 1997 года, номер 237, это об основном паспорте, удовлетворяющем личный гражданин Российской Федерации, а также постановление правительства Российской Федерации, также от 1997 года, 828, о том, что, который утверждает положение о паспорте гражданину, форму, бланк, как он выглядит. В настоящее время таких нормативных актов, которые говорят нам, как будет выглядеть данный электронный документ, как им пользоваться, какие сроки замены и так далее, у нас таких нормативных документов пока не имеется. Юрий Николаевич, какие преимущества все-таки у этого вида паспорта будут? Как Вы считаете? Преимущество паспорта, на мой взгляд, это мобильность. То есть мы, помимо того, что прогнозируется изготовление электронного паспорта, это в виде пластиковых карточек, мы уже слышим о предложениях изготовить мобильные предложения. То есть приложение, которое позволит не носить с собой документ, используя те или иные программы, в том числе, которые на мобильных телефонах, пользуются всеми правами, которые предоставляет паспорт гражданина Российской Федерации. Я уже приводил пример сайта государственных услуг, который фактически, это уже отчасти данная услуга реализована. Если говорить об электронном паспорте, о формах и как их получать, то я думаю, алгоритм работы не изменится. В настоящее время паспорт гражданина Российской Федерации есть возможность получить либо обратиться в наши подразделения, либо обратиться в многофункциональные центры представления государственных и муниципальных услуг, а также через единый портал государственных услуг. Естественно, у каждого вида данного обращения есть свои преимущества. Если мы обращаемся через единый многофункциональный центр, то это по принципу единого окна. Человек приходит, подает документы, и в этом же окорке через определенное время, регламентированное, он получает готовый паспорт. Обращаясь через портал государственных услуги, в соответствии с налоговым кодексом, гражданин оплачивает пошлину с коэффициентом 0,7%, то есть с 30% скидкой, что тоже, на мой взгляд, довольно-таки ощутимо при оказании государственных услуг. Если говорить об опасениях некоторых граждан, связанных с наличием в электронных паспортах, возможным наличием в электронных паспортах каких-то биометрических данных, то здесь я тоже не вижу, что данные опасения имеют под собой какую-то определенную почву. Так, получая заграничный паспорт нового поколения, который содержит данные сведения, голографическое изображение, а также в целях подтверждения личности информации об одном из отпечатки пальцев, то данные сведения содержатся только в самом паспорте, только в данном чипе, ни в каких криминалистических, в иных учетах, либо в других организациях данные сведения не содержатся. То есть какое-либо распространение данной информации третьим лицам оно не осуществляется. То есть это именно создано для того, чтобы данным документом мог пользоваться только сам гражданин, и даже полный двойник не сможет воспользоваться данным документом, так как все отпечатки пальцев у нас уникальны. То есть отпечатки пальцев это обязательно будет, да, тоже при электронном паспорте условия? Ну, я думаю, это будет требование обязательным. По аналогии с оформлением заграничного паспорта, при подаче заявления гражданин вносит сведения об электронном паспорте, и только он, подтвердив своим же отпечатком пальца, может получить данный документ. То есть это будет своего рода подтвердение личности, подлинности гражданина, который имеет право пользоваться данным документом. Как-то успокоить наших телезрителей, которые уже слышали об этом, информацию об этом электронном паспорте, но многие опасаются, многие боятся. Что вы можете сказать? Я думаю, не стоит этого бояться. Век, когда еще 5-10 лет назад у нас не было мобильных телефонов, и тоже у многих появлялись такие опасения, сейчас без них мы не представляем нашу повседневную жизнь, то же самое, я думаю, произойдет с электронным документом, усверяющим нашу личность. Также думаю, что не стоит гражданам опасаться того, что электронный документ, который появится, он будет слишком дорогой по пошлине, по оплате, и слишком тяжелый по связанности с оказанием получения данной услуги. Я уверен, что пошлина на первоначальном эстапе останется такой же, как и сейчас. Это 300 рублей для граждан РФ. Возможно, со временем небольшое увеличение. Поэтому опасаться вот этих моментов, я тоже думаю, пока преждевременно не стоит. Но тем не менее, перемен не стоит бояться. Юрий Николаевич, спасибо вам за беседу, приходите к нам еще. А я вам напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». С вами была Ольга Алексеева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова